Народ, хочу порекомендовать вам группу боленрыбалкой.рф. Это литейная мастерская нашего екатеринбургского мастера Александра Панкова. В ассортименте есть свинцовые груза разного веса и типа, чебурашки, кегли, рыбьи головы, а также джиг головки. Также в продаже есть кормушки для фидерной ловли и собственные силиконовые приманки, как для любителей микрухи, так и классические размеры. Качество изготовления просто на высоте, а ценник на изделие один из самых гуманных по городу. Магазинный свинец нервно курит в сторонке. На стене в группе можно почитать отзывы реальных покупателей и посмотреть фото. Советую всем быстро, качественно и по лучшей цене боленрыбалкой.рф. Ну что, друзья, я рад вас всех приветствовать в очередной раз на фишинг-блоге. Меня зовут Андрей и сегодня, как вы поняли, будет джиговая рыбалка. Взял сегодня с собой тот же самый комплект, что и брал в прошлый раз. Дайва до семи грамм, касткинг шарки второй, двухтысячном размере. И сегодня джик-рик, приманка-шишка. Начну в фиолетовом цвете и посмотрим, что день грядущий нам приготовил сегодня. Ну и поехали. Шнур заранее обработал силиконовой смазкой. Сегодня... Так, это что? Это я зацепился там за что-то, да, по ходу дела? За чью-то леску, что ли? Нет, за траву зацепился, друзья. Сразу же на первом забросе. Более-менее оттаяла заводюшка, которая по левой стороне от меня. И сейчас можно хоть как-то вменяемо рыбачить вот здесь вот в основной этой зоне. Уровень воды вроде как примерно тот же самый, что и был. Может быть там на два-три сантиметра побольше, а так, по крайней мере, на вскидку все то же самое. Вот я сейчас хочу сделать проверочные забросы в разные стороны. В общем, хочу понять, как тут с четырьмя граммами мне сегодня работать, в каком направлении. Давай вот сюда вот сделаем забросик. Так, пока что два проверочных заброса. Давайте сейчас вот под тот берег, как я в прошлый раз кидал, под противоположный берег. И оттуда попробуем сделать проводочку на джик-риге в 4 грамма. Такой вот медленный отыгрыш. Плавные такие подрагивания, подергивания, постоянной подкруткой. В общем, анимирую шишку, как только, как только заблагорассудится. Сейчас время около 10 часов утра, начало 11-го. Не знаю, как вообще сегодня здесь будет с клевом. И сколько придется ждать первой поклевки и вообще выхода рыбы. Так, давайте еще раз эту зону облоем. Такой не сильно далекий заброс. Сейчас подожду, пока упадет на дно. И вот эту вот прибрежную область, обычно, где происходят поклевки, сейчас попытаюсь вот обловить еще там. Так, это что-то какая-то бобриная история, по ходу дела. Так, рыба? Нет, палка. Обалдеть. А я такой, о, ничего себе, рыба, рыба, рыба. Сменил несколько местоположений. Первое и самое основное у бетонного кольца поклевок пока что не принесло. Обязательно туда вернемся. Прошел намного левее, в самый край заводюшки, которая обледенела. Там прокидал сальдины. Прошел чуть-чуть правее. Прокидал там, в правую сторону, за кольцом. И сейчас ушел ниже по течению метров на 200 где-то примерно. 150-200. И облавливаю вот этот вот прибрежный затяжок на прямике до второй ямы. Так, и что это? Опять зацеп какой-то впорол, да? Опять впорол какой-то зацеп. Видимо, опять очередная покрышка. Покрышка или камни, или что-то. Остается опять же надежда поймать кого-то на второй яме. На второй яме я там ловил и щук, и окуней. Так что, в принципе, она ничуть не лучше и ничуть не хуже первой. В принципе, просто на первой все свое внимание задерживают. А на второй яме, и уж на третьей, которая за поворотом, там вообще мало кто останавливается. Здесь на этом прямике смысла бросать под тот берег нет, так как там под тем берегом миляк. И, в принципе, основная глубина, она вот более-менее с середины. И вот в эту сторону, в сторону правого берега, если вниз по течению смотреть, более-менее самые такие глубокие участки, которые даже сейчас на низкой воде не стоит игнорировать. Если есть возможность, такие дежурные один, два, три забросика сделать. Так, я там впорол в какую-то кочку, да? Да. Да. Здорово, здорово, Андрюха. О! Слушай, я честно думал, кто-то, просто какой-то мужик стоит. Я тебя вообще не узнал. Я тебя в зимнем-то не видел. Только думаю, ну кто-то рыбачит, ну окей. Че? Взял че? Две пустых поклевки, и все. Вот прошел, ну я где-то с 11-го часа приехал. Я вот прошел отсюда, вот до той ямы. Береговые эти покидал. Ну да, я здесь стоял, а вот и я пошел туда. Здесь ни одной поклевки не было. Было две поклевки, одна посередине, одна вот сейчас вот там на той яме. Протащил, чуть-чуть протащил, и все, и нет. А, да? Уже что-то поймал? Классно, слушай. Я просто посмотрел на время, что время где-то без 10-12, думаю, пойду. Здесь примерно с 12 начинается все. О, так неплохо, вообще нормально. И все, думаю, пойду. Просто рано приехал. Обычно-то я днем езжу, а тут рано поехал. Как бы особо сильно не надеялся, что будет типа что-то клевать там. В 10 часов утра, в 11. Друзья, есть поклевочка. Проводил вдоль русловой части с небольшим течением. И какой-то прижимчик хороший. Честно говоря, пока не понял, кто это. Пока не понял, кто это. Давайте фрик чуть-чуть подрослаблю. Да, сюрогайка. Сюрогайка, друзья. Ну, с хорошей поклевкой. Ну что, вот наконец-то первая рыба на сегодня. Молодец. Чего? Ну что, друзья, первая рыба на сегодня. Подошел на точку к 12 часам. Примерно рассчитывал, что с этого времени начнется выход, как обычно. И вот где-то на пятом-шестом забросике. Вот такая вот красивая рыбка попалась. Конечно, сразу отпускаем. Так, судя по всему, с последнего моего визита на это место здесь немножко ситуация поменялась. Такое ощущение, что чуть-чуть прибавилось воды. Течение стало чуть-чуть посильнее. Потому что рыба сейчас клюнула вообще в нехарактерном для нее месте. Поэтому, честно говоря, я немножко удивлен. Давайте будем сейчас пробовать дальше пролавливать, облавливать. Посмотрим, кто еще у нас соблазнится на приманке. Кстати, о приманках рыбачу сегодня на G-Kreek. 3 грамма вес, груза, открытый крючок и приманка-шишка в цвете пепел. Сегодня решил попробовать половить на шишку. В качестве эксперимента, в качестве разнообразия попробовать половить на нее. Так, и есть поклевочка, друзья, есть поклевочка. На паузе такой легкий-легкий тычок. Сейчас будем разбираться, кто это. Какая-то небольшая рыбка. Вот, вот и наш друг. Вот и наш друг. Вот это хороший арбуз. Ну, такой хороший зимний арбуз, друзья, попался. Ну, тут просто уже без комментариев. Вот такой окунишка. Видимо, я был прав. Действительно, выход рыбы начался примерно где-то с полудня. То есть смысла в моем раннем приезде не было. Но, тем не менее, рыбалка вещь экспериментальная. Возможно, и с утра бы какая-нибудь рыба поймалась. Но вот, видимо, не судьба. Да, такое ощущение, что вся рыба просто куда-то переместилась с той точки, где она, ну, скажем так, обычно ловится, обычно клюет. Вот, вот сегодня все две поклевки и две рыбы где-то я получил вот здесь, в этой зоне. Может быть, имеет смысл все-таки здесь как-то и задержаться на вот этом вот участке реки. Очень коротком, но... Тем не менее. Тем не менее. Так, что у нас тут? Бобровые ходы. Бобровые ходы. Мы переходим. И уходим вот сюда. Ну, давай. Обычно все в основном уделяют внимание первой яме, там, где лежит в воде бетонное кольцо. Там половина из пришедших доходит до второй ямки. И там треть, наверное, или 20 процентов доходят до суда. Поэтому всегда есть надежда, что раз на эти места приходит народу меньше, то и нагрузка на него меньше. Обычно бывает, смотришь отчеты и в основном люди наоборот как-то здесь больше налавливают, до туда не доходят. Потом смотришь отчеты, кто-то наловил где-то там, до суда не дошел. И вот стоишь всегда между двух огней, скажем так, на выборе, а где все-таки ловить. Вот здесь, там или где-то в другом месте. Так, это что, рыба? Или это какой-то зацеп? Нет, друзья, это рыба. Небольшое кунишко. Дружище, и как же ты так на 55-ую шишку позарился? Ну, видимо, как-то позарился, да? Классно. Так. Ну, слушайте, неплохо, даже очень. Так, ну что, опять вернулся на первую точку, откуда начинал. И сейчас в качестве эксперимента, скажем так, на свой страх и риск поставил воблерочек от Pantoon 21, 58-й крэкджек, суспендер. Сейчас попробую с таким медленным твичом, с паузами пару проводочек сделать. Так, и есть поклевка, слушайте, на остановке только сделал паузу, и сразу поклевка. Друзья, вот те и поставил крэкджек, называется 58-й. Так, давай-ка я фрикциончика подразбавлю чуть-чуть. Ну вот, как я уже сказал сегодня, какая рыбалка без экспериментов, да? Какая рыбалка без экспериментов. Вот на то они, эксперименты, чтобы вот так вот интересно. Да, давай на всякий пожарный, не помешает. А то, что-то я сильно сомневаюсь, что... Так, подожди, три секундочки. Подожди. Сейчас, Дим, сейчас я ее заведу. Просто она закусила какое-то, какое ощущение, что леску закусила. Спасибо. Я поэтому засомневался в моменте, что это... Что она нормально там зацепилась. Он даже сама его выплюнула практически сразу. Спасибо еще раз. Ну что, друзья. Вот такой вот хороший очередной улов на сегодня. Неплохая такая щучка. Буквально на первом же забросе воблера крэкджека 58-го. За хвостик технично она его прикусила. Не знаю, сколько здесь килограмм, но это двушка, наверное, 100%. Так что вот такие дела. Давайте отпускаем сразу. Опа. Все. Вот он, воплер 58-й крэкджек от понтуна 21. Ну, давайте еще разочек сейчас куда-нибудь кинем. Например, вот куда-нибудь сюда. И есть поклевка, слушайте. На медленной-медленной остановке небольшого судочка дежурного. Вот такие дела, ребят. Опять рубрика эксперименты приносит неожиданных рыб. Да, вот так вот. Небольшой судачок. Опять как-то повторяется история. Я ушел. Потом с подхода поймал двух рыб. Дальше пауза. Потом я опять ушел. Походил по другим ямкам. И опять с подхода поймал двух рыб. Щуку и судака. Такая вот интересная сегодня рыбалка с подхода. Так стоишь на этом месте. Вымораживаешь, вымораживаешь. Поклевок нет. А так вот отошел, чуть-чуть погулял, подошел. И рыба здесь тут, как тут, не дремлет, да? Ух ты, у берега, у самого, друзья, у самого берега. Ой, 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 надо. Быстро, быстро, быстро. Так. Ну что, друзья, приятное завершение сегодняшней рыбалки. И, правда, не очень красивая щука. То ли после сетей, то ли после электроудочки, то ли после какой-то травмы. Хвост у нее очень сломан. Я не знаю, видно будет или нет. Часть у нее туловище такая кривая. Сломанный как будто хвост или позвоночник. В общем-то, завершение сегодняшней рыбалки. Очередная неплохая щучка. И на Твиче, на паузе, у самого берега, вот такая вот классная рыбешка. Опять дала прикурить. Конечно же, все, отпускаем. Вот он, этот смертоносный инструмент сегодня для щуки. Такой расцветки воблер 58-го размера. Крэкджек от Pantone. Естественно, никуда без небольших плоскогубцев. И вот в целом, вот так вот все это и выглядят побросанные перчатки. Такая хорошая погода сегодня. Вот так вот. Рыбаловная сессия сегодня подошла к концу. И она оказалась достаточно рыбной, достаточно экспериментальной и достаточно ходовой. Ходил от одной ямы к другой, к третьей. И, в общем-то, как ни парадоксально, но все на первой яме с подхода в основном получалось поймать сразу по несколько рыб. В общем-то, в прилове сегодня много щуки, один судак. И пара окуней работал джик, точнее джик-рик с приманкой, шишка в 55-м размере от Джонни Фиш. И также вот под конец рыбалки решил попробовать немного повоблерить, скажем так. И воблер принес свои результаты. Тоже несколько рыб поймал на него. Проводка медленная, умирающая. Твичинг с такими долгими паузами. И вот на этих самых паузах и все поклевки и были. Причем рыба достаточно крупных размеров. В общем, вот такой сегодня очередной эксперимент на попсовом месте. Я с вами прощаюсь. Увидимся на водоемах. И всем пока.